Дорогие братья и сестры 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 У нас очень плохое понимание, истинное понимание того, что в реальности представляет собой эта организация. Я думаю, что сейчас нужно использовать все возможности, чтобы как можно шире это наносить. Поэтому сегодня я тоже хотела бы сконцентрироваться, поскольку времени у меня не так много, на ключевых положениях, которые нам, я думаю, помогут понять, что же означало для памятифика Франциска эта встреча. Ну и первое, что я хотела сказать, что сегодня, как мы знаем, приоритетной сферой наших западных противников является сфера противоборства, которую они называют поведенческой. То есть это та самая сфера, которая занимается разрушимой или заменой базовой системы ценностей. Это нормы, это стереотипы поведения, это базовые ценности, изначально лежащие в основе духовного образования человека. И в этом плане сегодня американские спецслужбы используют все имеющиеся современные технологии для того, чтобы фактически полностью контролировать сознание и души человека. Этим занимается агентство передовых исследовательских технологий, разведывательное агентство ЯРПА, которое занимается тем, что мы называем хангюм, то есть это гуманитарная технология. И в этом плане сейчас надо сказать, что нас, к сожалению, очень мало внимания уделяют этой сфере, а она направлена как раз именно не на информацию, не на психологию, а на базовую систему ценностей. Разработаны соответствующие программы, соответствующие центры, которые очень активно сегодня применяются, и в первую очередь они, конечно, применяются в образовательных технологиях, в том, где та сфера, где формируются души и сознание наших детей. И вот в этом плане, конечно, роль для значения Ватикана, она приобретает особые значения, потому что это религиозно-политическая организация. Далее хотелось сказать, что мы знаем, что она играет очень важную роль в подготовке того нового глобального порядка, или той системы глобального управления, которая сейчас создается, потому что она должна обеспечить религиозное обоснование той самой мировой политической власти, о которой шла речь в энциклике папы римского Бенетикта XVI, которая была выпущена в 2009 году, «Каритаса веритата». Вот это очень показательный энциклик, это документ, не знаю, в какой степени серьезно у нас его изучают, фактически это и есть религиозное обоснование мировой политической власти, и этот термин там был использован. Даня в другом документе, который был немного раньше, издан в 2001 году, конференции европейских епископов, КЕКЕС, она сокращенно называется, в 2001 году это был документ, который называется «Мировое управление, что мы можем сделать для улучшения глобального непорядка». Вот, а там уже открыто говорилось, что необходимо сделать все, чтобы перевести и внедрить стандарты универсального видения и стандарты принятых во всем мировом масштабе поведения, то есть, еще раз, видение, всемирное видение и поведение. Вот, это документ, подготовленный руководством эпископальной конференции, которая, естественно, была согласована с руководством Ватикана, и в котором принимали участие представители крупных банков, там в моей книге «Измена Ватикана» все это было перечислено, какие именно структуры в этом участвуют. То есть, речь идет о том, что действительно Ватикан и его подразделения, в первую очередь, речь идет, конечно, об орденских структурах, о которых тоже нас, к сожалению, знает очень мало, это Мальтийский орден, это Окус Дэй, это орден иезуитов. Вот, они являются такими передовыми отрядами, как раз занимающимися контролем за сознанием, управлением сознанием, особенно орден иезуитов, который связан с разведывательными спецслужбами США. Очень активно, об этом много написано, вот, к сожалению, большую часть материалов не на русском языке, но все, что могли, мы сделали, чтобы это донести, да, хотя бы частично, вот, на действительности этого ордена. Поэтому орден иезуитов сегодня является центром гуманитарных поведенческих технологий, вот, и именно он контролирует большинство элитных университетов, в которых обучается элита. Список этих университетов достаточно большой, но одним из ключевых является Дерштаунский университет, и вот, если вы посмотрите биографии руководителей Центрального разведственного управления, то вы увидите, что очень многие руководители и многие работники аппарата ЦРУ, они как раз вышли вот из этих вот иезуитических университетов. Это очень особая специфическая сфера, это очень специфический орден, которому, я думаю, нужно сегодня уделить самое пристальное внимание, к чему я вас всех и призываю, чтобы этим занимались не одинокие, не одиночки исследователи, да, как можно более широкий круг уйти, потому что речь идет о том, что это очень опасный противник, очень опасный противник, о котором у нас, к сожалению, очень мало знали. Соответственно, теперь, как, значит, все было с работой? Ну, я буду просто по пунктам проходить, чтобы объяснить, на чем, на каких механизмах все держится. Первый, как мы знаем, основная ключевая идея, реализованная руководством католической церкви, это идея папизма. Что это такое? Это идея папского примата, то есть это идея главенства папы в немской, в вселенской церкви, да, в христианской церкви. Да, надо сказать, что эта идея, она стала утверждаться уже в первое тысячелетие, то есть задолго до Ростова, да, о котором у нас только говорят. Значит, началось все же с того, что сначала римские пископы стали обостолить свои претензии на главенство, исходя из того, что они являются преемниками апостола Петра, который имел особые полномочия, как князь апостолы. Вот впервые, интересно, когда впервые родилась эта идея, значит, об этом заговорили, как о преимуществе римской кафедры в начале V века, и первым папой, который это стал утверждать, это был папа Иннокентий I в письме к Александру Антиохийскому. Но свое уже такое развитое выражение и завершение этой идеи о папском первом стиле примате нашла в середине V века в учении Льва I Великого. Это у нас вторая половина V века, и это учение было изложено в его проповеди. Соответственно, с этим в дальнейшем римская кафедра стала представляться как единый центр Вселенской Церкви. Отсюда следовал отказ от подчинения римскому епископу, приравнивалось к отказу от подчинения апостолу Петру, а кто отвергает власть и первенство апостола Петра, тот не извергает самого себя преисподним. Вот в соответствии с этим учением римский епископ получил преругативы на юридической почве. В соответствии с этим суд над папой не нужен, хотя бы он имел недостатки, так как они покрываются и скупаются достоинства апостола Петра. И вот так начала формироваться идея о непогрешимости папы, утвержденной как догмут уже в середине XIX века, об этом я чуть-чуть позже скажу. И тогда же начинают складываться уже и элементы новой системы управления западной Церкви. И надо сказать, что хотя папская идея очень сильно искажала смысл Евангелия, обосновывала претензии папы на власть в середине Церкви, восточная Церковь на это не реагировала. Почему? Потому что тут шли свои процессы, шли борьбы с ересами, поэтому, естественно, восточной Церкви было никаким образом не до проблем западной, поэтому фактически западная Церковь была мало знакома, Востока, который занимался в это время своими делами. Поэтому так постепенно эта идея утверждалась. И в итоге, когда уже это юридическое положение утвердилось, меня что-либо было поздно. И вот как пишут наши замечательные исследователи-историки Церкви, отношения между двумя половинами христианской мира стали принимать такой характер, который трудно назвать здоровым. Так закладывалась модель отношений Восток-Запад, которая совершенно четко отразилась неравенства в пользу Рима, наступательность с его стороны и некое оправдание со стороны Востока. Как писал Болотов, отношения Восточной Церкви к Западным принимали форму заискивания стороны, не совсем уверенной в своей праве. Ну и надо сказать, что поскольку Восток молчал, в Риме Рим очень успешно использовал это молчание. В итоге каждая римская претензия, не опротестованная вовремя, входила в церковные предания Запада. И в течение времени она это все выявила в своем значении. И результатом такой тактики стало то, что серьезные полемики против папской претензии о них стали думать уже очень поздно, когда получили уже авторитет, освященный веками древности глубоко проникли в сознание свободного христианского мира. Значит, первая четкая формулировка дома это о наместничестве сформулирована была уже папой Николаем Первым. Это была середина IX века. Значит, речь идет о том, что он назвал себя наместником креста на земле и опирался при этом на Константину Гдаву. Еще раз хочу подчеркнуть, это середина XIX века. Значит, одновременно он являлся и королем, и священником, передавшим светскую власть и вооруженной силой императора. Но надо сказать, что вот это акт Константина Ударна, к которому он ссылался, так сказать, он так и остался, основополагающим на протяжении последующих веков. И папа впервые прислал себе знак императорского сана, это диадема, это скипетр, это пупкурная мантия, все императорские почести, и он стал первым носить царскую корону. Вот так это все складывается. То есть я хочу подчеркнуть, что эта идея папского примата, как учение, она стала формироваться, задолго до раскола, она стала формироваться еще до первой половины первого тысячелетия, что сегодня как-то игнорируется. Второй догмат о непогрешимости, который сейчас остается полностью всем. Значит, что это за догмат? Это догмат, который был принят на Первом Ватиканском соборе в 1870 году, и звучит он следующим образом. Папа Римский, когда он говорит «экс-катедра», то есть когда исполняет свои обязанности учителя и пастыря, всех христиан, определяет в силу своей верховной апостольской власти, что некое учение по вопросам веры и нравственности должно быть принято всей церковью, обладает с божественной помощью, обещанной ему в лице святого Петра, той непогрешимостью, которой божественный скупитель пожелал наделить свою церковь, когда она определяет учение о вере и нравственности. Следовательно, эти определения Папы и Римского не приложены сами по себе, а не в силу согласия церкви. И если кто-либо, не дай Бог, поимеет дерзость противоречить нашему определению, то будет отлучен от сообщества верно. Вот я сейчас внулирую полностью этот догмат, который был зафиксирован в документах Первого Ватиканского собора, который сегодня остается в силе. Так что еще раз хочу подчеркнуть, мы должны понимать, с кем мы вступаем в общение. Далее надо сказать, что сама по себе эта идея была двусмысленной, потому что непогрешимость непроизвольно вступает в действие только при соблюдении ряда условий. Но надо сказать, что сами эти условия не определенны. И большинство папских определений так или иначе связаны с вопросами веры и нравственности. И в любой энциклике он выступает как пастырь. Но то, значит ли это, что все эти энциклики и его положение выступают непогрешимостью, мы на это нам вопросы не дают. Интересно и показательно, что сам И. IX, при котором принимали этот догмат, категорически отказался до четких критерий непогрешимости, когда он в 1871 году заявил, некоторые хотели, чтобы я разъяснил соборное определение еще больше и точнее. Я этого делать не хочу. Оно достаточно ясно. Вот такая формулировка была дана. И действительно толковать ее пронесложно. Это говорит о том, что когда нужно, ее толкует по одному, когда нужно по другому. И любую эту формулировку можно фактически выдать за непогрешимым. Значит, откуда пришла эта идея? Откуда пришла эта идея непогрешимости папского учения? Ну, надо сказать, что не только от приманта папы, от идеи приманта папы. Связано это тоже с еще очень серьезным вопросом, который для нас, я думаю, имеет принципиально важное значение, потому что сегодня католические богословы оказывают влияние на изучение православного нашего богословия. Мы знаем, что осуществляется очень интенсивный контакт. Значит, о чем идет речь? Дело в том, что у нас в католике разное понимание того, что значит сохранение учения, что значит непогрешимость церкви. Вот в православном мире понимание непогрешимости церкви следующее. Значит, ее понимают, как способность сохранить неизменно христовое учение. Сохранить неизменно христовое учение. И вот это понимание исключает возможность какого-либо догматического прогресса И исходит из того, что христианское учение всегда тождественно в своем содержании. И развитие возможно только в степени усвоения Бога откровенно есть. То есть каждый постепенно усваивает вот эту истинную же данную, которую невозможно развивать. Значит, что у католиков? Католичество, имеем в виду, совершенно другое. Они исходят из возможностей догматического развития. А концепция эта была сформулирована... Есть прогресс. Да, то есть есть прогресс. И главное, техно-догматическое развитие сформулировано это было в середине XIX века. Английским теологом-кардиналом Джоном Ньюманом, который жил с 1801 по 1890 год. Это бывший англиканин, который принял католицизм. И надо сказать, что несколько лет назад, в 1916, ездил в Англию, потому что Ньюман, его прославили. И он в этой поездке уделял этому особое внимание. Понятно, почему. Потому что именно Ньюман подготовил этот дом, это непогрешимости своим учением. И суть этого учения заключается в том, что само содержание веры и откровения в самом начале были только в зачаточном виде, в виде неясных намеков в Писании и предании. Не осознанных еще самой Церкви. То есть все, что нам было дано, то всего лишь нам всего некий источник, да, из которого дальше нужно было развивать. Значит, оно увеличивается в своем объеме в процессе церковной истории, раскрывается, выявляется и формулируется в церковном сознании. Апостолы осознавали христианскую веру только в самом минимальном объеме. И лишь с течением времени Церковь постепенно осознавала и формулировала новые истины веры, подчеркиваю, новые истины веры, строя на неявных богооткровенных посылах дагматические выводы. Вот такой подход связан с католическим пониманием дагматического содержания христианской веры, как определенной суммы знаний, но мы знаем, что такое схоластика, это именно сумма знаний, выстроившаяся в логически непротиворечивую философско-богословскую систему, а никак неизменного и рационально, никаким образом неуловимого опыта богообщения. И вот именно данной концепцией стала предпосылкой и основой утверждения идеи непогрешимости учения римского предосвященника. Но говорить о том, в какой степени противоположное понимание у нас, непререшимости церкви, у нас и у которых, я думаю, не надо, если уже допущение самой этой идеи, как на корне все менять. Дальше, третье положение, значит, документы Второго Ватиканского собора, что они сделали? Значит, это было, как мы уже знаем, документы, открывшие Ватикан к экуменическому общению с другими религиями, не только христианскими, как они говорятся, хвами и сообществами, но и с другими религиями. Значит, на Втором Ватиканском соборе католическая церковь признала, что истины, элементы истины есть и в других нехристианских религиях. Таким образом, фактически произошла возможность общения с другими конфессиональными сообществами. Но, открывшись этому миру, открывшись другим церквам, католическая церковь сохранила главное, она сохранила догмат о папском плематии, она сохранила догмат о непогрешимости учения, потому что там документы Второго Ватиканского собора четко заквертируют, что он повторил учение об установлении непрерывности значения и смысла священного первенства римского понтифика, хочу подчеркнуть священное первенство римского понтифика и его безошибочном учительстве. И утвердил, что в силу своей должности, то есть как наместник Христа и как пастырь всей церкви, римский понтифик обладает в церкви полной, верховной и универсальной властью. Этот документ действительно, его никто не сменял, его никто не отменял. А в документ конгрегации «Доктрины веры» 2007 года, это называется «Ответы на вопросы, касающиеся некоторых аспектов католической доктрины, выявляет и католическое понимание Церкви Христовой». Значит, что такое Церковь Христова? Она существует в католической церкви, управляемой преемником Петра с епископами в общении с ним. Ей верена полнота благодати и истины, в то время как в других церквах и церковных сообществах, не пребывающих в полном общении с католической церковью, церковь только присутствует и действует, благодаря только некоторым элементам истинной святости. При этом в отношении православия сказано, что хотя эти церкви и обладают истинными таинствами, и достойны называться отдельными или поместными церквами, «Но суть их страдает от некого недостатка, поскольку одним из внутренних образующих началах является общение с католической церковью, видимо, главой которой является римский епископ приемник Петра. А по причине разделения между христианами эта полнота вселенской встречает препятствия». То есть пока мы не будем полностью общаться с римским епископом, пока не будет этого общения именно как преемника Петра, не будет у нас полноты, никогда нас не преднает истина полностью абсолютно равными частями. То есть подлинное христианство в соответствии с учением святого Петла возможно только при условии признания православной церкви римского папы как преемника Петра и как главы христианской церкви. Вот это и есть цель и содержание предлагаемого и коммунического диалога и единства. Поэтому когда католическая церковь нам говорит о том, что мы дальше будем продвигаться по пути единения, мы должны понимать, какую цель они ставят. И вот это надо очень широко объяснять, растолковывать нашим людям. Святоотеческое учение, оно концентрировалось именно на примате. Папы говорят, что именно этот примат Патый является главной ересью, ереси, из которых вытекают все остальные. Хочу процитировать святителя Иоанна Полищенинова. Папизм, так называется ересь, объявший Запад, от которой произошли, как от древой ветви, различные протестантские учения. Папизм призваивает папе свойства Христа и тем отвергает Христа. Папа есть идол папистов, он божествовал их. Дальше что у нас получилось, что с приходом к власти понтифика, стоящий за ним орден иезуитов, который, я уже сказала, специализируется по контролю за сознанием, он приступил не только к реформации самой католической церкви, но и к реализации нового курса в экономической политике, которые направлены на перевод под идейный контроль папства представителей других христианских конфессий и других религий. Я хотела выделить только три положения ордена иезуитов, которые для нас являются очень важными. Первое, значит, миссионерство. Надо сказать, что успехом своей миссионерской деятельности иезуиты обязаны тем, что они выработали уникальный, характерный только для них метод культурной адаптации и мимикрии, который позволяет им проникать в организацию любых религиозных конфессий и приспосабливаться к любым социально-культурным условиям. Вы не поймете, кто они есть, да, вы можно будет уловить только по духу, потому что, еще раз говорю, тут тотальная приспосабливность к той среде и даже к менталитету тех, с кем они работают. То есть, еще раз хочу сказать, это специалисты по управлению сознанием, по контролю за сознанием. Это специалисты, которые выполнили свои технологии в течение вот этих последних веков. Второе, значит, это преподавание богословия. Значит, Орден Изуитов является центром разработки гуманитарных поведенческих технологий. Вот, именно поэтому он работал инсихронно с соответствующими разведывательными структурами США. И поэтому я говорю, что именно он контролирует и большинство элитных университетов. Третье, значит, это духовники, значит, контроль за элитами. Орден Изуитов, в котором было только тысяча человек, когда умер Лайон, фактически спас католическую церковь от распада во время реформации, потому что уже очень большие территории отошли от Папы Римского. И спас он именно потому, что он работал точечно с элитой. Тогда господствовал принц, власть того и вера, поэтому достаточно было вернуть католическую веру князя или короля, и все государство переходило к ним. Вот этим занимались иезуиты. Поэтому, естественно, я уже не буду говорить про иезуитскую мораль, про иезуитское благослови, очень изощренные, которые позволяло фактически оправдать любое поведение. Вот это вот четвертое, очень важное качество. Мораль иезуитов, она приспособительна, она позволяет фактически приспособиться к любому слойу, к любому светскому положению и оправдать фактически любую грех. Это особая тема, поэтому, естественно, я об этом заказывать не буду. В чем же была новизна курса патифика, когда он пришел к власти? Надо сказать, что еще в последний год в Венедикта пребывания в Венедике, руководство Ватикана стало толковать экуменизм не как толерантное признание различия друг друга, а как единство, которое является основополагающей категорией крестьянской веры. Я хочу подчеркнуть, что основополагающая категория христианской веры в православии – это символ веры. Значит, католики выдвинули из руководства католической церкви в качестве основополагающего категории единство. То есть единству придано некое сакральное значение, ради которого будут фактически идти на уступки во всех остальных сферах. А поскольку формально признание главенства патифика добиться невозможно, то была разработана очень гибкая форма поиска единства. Каким образом? Не путем дипломатии и богословских диалогов. Вот на протяжении многих лет шиней богословской диалоги было ясно, что результате диалогов прийти к согласию невозможно. А другой путь. Вот его охарактеризал Куртков. Значит, о чем шла речь? «Надо добиваться единства на человеческом, дружеском, духовном уровне». Вот это он выделил. На человеческом, дружеском, духовном уровне. То есть через раскрытие объятий друг другу, через решение тех проблем, которые связывают друг другу, на чисто человеческом уровне добиваются этого единства. Отстраняя совершенно тему богословских разногласий. То есть снимается вопрос и проблема о юристическом учении католической церкви. То есть Ватикан не навязывает нам сегодня обсуждение богословских вопросов, он объединяет нас в христианской молитве на духовном уровне. Поэтому так важно для них совместную молитву с православными, которая, как вы знаете, уже происходит. В этом смысл нового курса, который проводит папа Иезуев Франциск, который является специалистом не только по экуменической открытости, но, как вы знаете, он является специалистом по восточному обряду. Недаром он бывший ординарий маниантов Аргентины, и он воспитанник священника-галичанина Степана Чмиля. И, как сказала папе, стажировавшийся у него нынешний глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, он знает нашу духовность, он хорошо знает наш обряд и даже помнит нашу культурбию. То есть это человек, который очень хорошо знает православную духовность, поэтому очень хорошо знает, как нужно строить отношения с православными. Но лучше всего суть нового курса, еще раньше выразил, отвечавший в свое время за отношения Святого Престола с православными церквами страны Восточной Европы и Грузии, Иезуит Милан Жусь. Вот я тогда, помню, перепечатывала, выделяла жилную шрифтную положение, потому что они были очень важны, и мы видим, что фактически все то, о чем он говорил, сегодня и свершилось. Иезуит Милан Жусь тогда написал следующее, что нам нужно в первую очередь это общение на пастырском уровне, а не только на богословском или иерархическом. Тогда возникает доверие. Если есть доверие, то всегда можно найти цитату, чтобы другого оправдать. Но для чего нужно это доверие? И Жусь тоже прямо указывает, что через процесс общения готовится почва для определенных решений. Для каких? Для нас важно, чтобы принятие совместных документов или возможные будущие встречи Папы и Патриарха не вызывали серьезных протестов. Но пока протесты есть, я первой скажу, что, скорее всего, время еще не пришло. Это было сказано, насколько я помню, три года назад. Тогда, конечно, действительно, тогда еще время не пришло. Таким образом Жусь все объяснил. То есть укрепление веры необходимо, чтобы подготовить встречу между Папой и Патриархом. А сама встреча должна обеспечить то самое христианское единство или полноту вселенской, которая возможна только с признанием рискового патифика как главой церкви. Так что все эти годы шла работа. И когда к власти пришел Франциск, он сразу же приступил к выполнению вот этой операции. Видимо, она должна была уже при нем зайти в завершающую фазу. Видимо, считала, что условия уже почти созданы. Что было сделано? Вот в чем заключалась вот эта новизна подхода Франциска. Вот очень важный момент. Значит, если вы помните события осени 2013 года, Наверное, у нас уже мало кто помнит все эти подробности, я внимательно изучала. Но надо сказать, что фактически Франциск применил чисто такой иезуистскую технологию мягкой силы. А это сейчас основные инструменты управления, да, мягкой силой. Значит, что стало основой? Вот этим инструментом стало превращение темы христиан на Ближнем Востоке в ключевой вопрос для обеспечения православно-католического сближения. Вот вы, наверное, уже не помните, но впервые вопрос о Ближнем Востоке всплыл 7 сентября 2013 года, который Папа Римский объявил днем молитвы и поста за мир в Сирии, на Ближнем Востоке и во всем мире. Затем вот с этого момента Патифик начнет использовать и сделать эту тему фактически основной ключевой темой своих выступлений. Это сентября 2013 года. Хотя ничего абсолютно для сирийского народа тогда сделано не было, никто ничего не делал. Помните, что событие как раз тогда распутывались по нарастающей, нам это много писали, много было обращений. Абсолютно, да, полное игнорирование того, что там происходит. Никто тогда о христианах реально не думал и ничего не делал. Но вот эту вот идею он уже забросил. И эта идея, она стала как бы ключевой. Значит, первой крупной операцией Ватикана в рамках вот этого диалога любви, о котором мы с вами говорили, стала мобилизация униаток Украины на массовые акции протеста в целях замещения базовой ценности украинцев. А право точкой этого процесса стала, как они писали, выдающейся событий. Это 25 ноября, впервые в истории, это 13-й год, впервые в истории независимой Украины, глава Украинской греко-католической церкви служил в соборе Святого Петра в присутствии Папы Римского по случаю Дня памяти священно-мученика Иосифата Кунцевича и 50-летие перенесения его мощи в собор Святого Петра в Риме. Ну, я думаю, что все помнят, кто такой Иосифат Кунцевич, каратель, который запомнился в памяти наших православных как один из самых страшных гонителей и самых жестоких гонителей, именно как каратель. Значит, соответственно, с ним он у них представлен как священно-мученик. И тогда, во время этой тургии, папа обратился к паломникам на итальянском языке, потом произнес по-украински «Слава Иисусу Христу» и заявил следующее. «Глубокое общение, которое вы хотите углублять ежедневно внутри католической церкви, помогло вам строить мосты братства, так же и с другими церквами и церковными общинами на украинской земле и там, где присутствуют ваши общины. Пусть вас всегда сопровождает два, да благословит вас Господь Бог по заступничеству при Святой Деве Марии и Святого Иосифата». Память этого святого напоминает нам о сопричастности святых. То есть фактически Астафат Мурцевич был представлен как тот источник для того братства, для их мостов, которые они будут наводить с нами. Соответственно, там же католические теологи, которые описывали этот процесс, назвали его так. «Присутствие мощей Астафата в соборе Святого Петра – это видимый знак единства украинской церкви с европейским христианом». И далее они указали на особую миссию Украины быть мостом единения между западной и восточной культурами. Наведение моста единения, как вы знаете, завершилось массовым преследованием православных и кровавой бомби на Украине, в ходе которой были совершены чудовищные преступления, о которых французский язык молчал, не проясняя ни разу ни одного слова в защите тех жертв, которые мы знаем, наблюдали два года. Вот еще раз хочу подчеркнуть, как только было заявлено о наведении мостов, мы получили кровавый событий на Украине. Получили то, что раньше еще представить было невозможно, когда малороссы и великороссы стали друг друга убивать, когда русские люди фактически оказались расколотами изнутри. Зато произошло наведение мостов с Ватиканом. Вот я думаю, что оценка вот этого поведения Ватикана в событиях на Украине, она должна быть еще дана, я думаю, что должно быть еще серьезно, это исследовано, изучено. Очень серьезно, чтобы это не было просто публицистикой, чтобы это не было просто отдельным высказанием. Еще раз хочу подсказать, это ключевое событие, потому что именно после событий на Украине произошли изменения у нас. Произошло что-то с нашим менталитетом, что-то с русским духом. Русские люди стали бояться, потому что увидели кровь, потому что увидели, как легко можно стравить близких друг к другу людей. Это очень важный момент. Еще оказалось, что это была психологическая операция. Это была операция поведенческой войны, которая сегодня очень сильно сказывается на всех нас. Вторая главная операция проводилась тайно. Как выяснилось, как сообщило агентство Reuters, из источников Ватикана, оказывается, все два года, пока ушла война, на фоне декларации понтипика продолжался геноцид на Брежнем Востоке. Абсолютно никаким образом его речи не влияли на реальные положения, не помидорские данные нам еще не. Но в это время, как нам выяснилось, шли секретные контакты между представителями Ватикана и руководством ПЦ для подготовки встречи понтипика и патриарха. Вот это заявило Летний. То есть, вот это и была главная операция, которая вот и фактически реализовалась, как видим, уже на наших глазах. Значит, что я хочу сказать дальше? Конечно, дело в том, что в силу того, что вот этой декларацией стоит подпись не просто имской пископа, а стоит подпись Папы Католической Церкви, то есть Кафолической Церкви, да, это означает, что фактически теперь, и поскольку нас, он братом, фактически теперь невозможно определение Католической Церкви как ереси. И поэтому это, конечно, очень сильно меняет положение католиков на нашей территории, на территории России. Вот, потому что теперь определение католицизма как ереси и недопущение единения с ними, как с недопустимыми, будет рассматриваться как покушение на христианское единство. Понимаете, произошла очень серьезная вещь. То есть, если теперь католики будут молиться в наших храмах, мы не сможем сказать, да, чтобы они вышли, потому что они ересики, потому что это будет рассматриваться как покушение на христианское единство. Вот это тоже надо объяснять. Далее, как объяснил один из серьезных католических деятелей, отсутствие встречи было сдерживающим фактором. Теперь снимаются приконы для тесного сотрудничества православных и католических приходов, для совместных молитв. Я хочу сказать, что в этом году во время рождественской службы в праме Христа Спасителя уже присутствовали католические кардиналы. Далее, для открытого перевода богословского образования и подготовки кадров на экуменические основания, которые озаботаны католицизмом, потому что во многих школах духовных уже преподают католические теологии. Это все делается, как я сказала, уже в силу того сотрудничества, которое уже давно происходит. Но в декларации, если вы обратили внимание, там сказано, определять это следующим образом, в следующей формуле. «Призываем католиков и православных во всех странах учиться жить в единомыслии между собой». А что такое единомыслие? А святательское учение — это как совместить с единомыслиями, с католиками? Вот эти вещи, я думаю, тоже нам надо сейчас не просто обсуждать, выносить на самое, так сказать, широкое поле. Наконец, восьмой пункт. Мы должны тоже очень хорошо себе понимать место Ватикана и Ордена Иезуитов в той системе, которая сегодня создается. Когда я говорю о том, что он занимается тем, что он фактически разрабатывает религиозные обоснования в новой системе глобального управления, поймите, мои дорогие, мы должны эту сферу из плоскости публицистической вывести, наконец, в научную и политическую, потому что это действительно так. Это действительно так. Во-первых, я хочу сказать, что мы видим, что Папа Римский снимает все препоны общения с представителями других христианских религий. Да, уже на встрече в 2014 году, когда на встрече с Шимоном Хейрисом, президентом Израиля, у них зашла разговор о том, что он не справляется с войнами, с религиозными конфликтами, поэтому необходима другая организация, по главе которой должен стать Папа Римский, поскольку он является моральным и духовным авторитетом. Папа Римский с этим согласился. Вот это 14-й год. То есть фактически сегодня мы видим, что действительно создаётся такая система, по которой Папа Римский реально выдвигается в лидеры, в моровые, моральные и духовные лидеры. И, конечно, для того, чтобы это лидерство обосновать, ему необходимо русская православная церковь, как живая церковь, которая сохранила живой дух, он питается его нашей духовностью, потому что она его омолаживает. Понимаете, что такое протекан с точки зрения духовного? Это уже мёртвый есть. Сохранились мощные структуры, доординские структуры, этот аппарат управления наднациональный. Но ему не на чем, не на чем держаться, значит, нужно основаться на нашем православном духовности. Вот для этого ему не умышлен этот союз. Дальше он объединяется с другими, всеми нехристианскими и христианскими. И тогда действительно реально создаётся какая-то некая единая система. Вот известно, что сейчас уже готов документ, который Папа Римский должен подписать с протестантами. Как вы знаете, в 2017 году будет отмечаться 500 лет реформации. Так вот я что хочу сказать. Документ этот уже готов. Вот. О нём просто, да, не говорят. Но информация была такая, что в мае 2015 года Франциск получил благословение от пятидесятников во время встречи с пастырами пятидесятнических церквей. Известно, что готовится документ, который может изменить ход истории христианства. Он провозглашает окончание вражды между католиками и евангеликами и заявляет, что две традиции в настоящее время объединены в своей миссии, потому что мы возвещаем одно и то же Евангелие. Опять-таки, да, с кем мы единёмся? С тем, кто уже фактически подготовил крупные мнения с евангелистами. Текст собирается подписать в 2017 году в 600-летию реформации вместе с евангельскими лидерами, представляющим примерно четверть христиан в сегодняшнем мире. Но при этом, как говорится в одной из публикаций, сам Французский убеждён, что реформация завершилась и что она закончилась в 1999 году, когда католическая церковь и Всемирная Лютеранская Федерация приняли совместную декларацию об оправдании, об учении лежащимся в основе протеста Лютера. Как известно, Лютер учёл, что христианин спасается одной только верой. И вот в 1999 году католический и лютеранский богослов пришли к выводу, что два сообщества настоящими разделяют общее понимание нашего оправдания Божьей благодатью через веру в христиан. То есть в этой сфере тоже идут интенсивные контакты, интересные диалоги, которые в 2017 году должны решиться. Далее. 26 января 2016 года состояла встреча Папы Римского с президентом Ирана. В соответствии с публикациями, которая была дана на англоязычных сайтах, между ними произошёл такой разговор. У нас просто написали, что произошла встреча, официальная встреча, то есть какое-то чисто официальное сообщение. В эти публикации было следующее. По крайней мере, опровержений не было. Что это была первая встреча, она была на удивление приятна обоим лидерам, как будто они были надёжные старые друзья, но однако тема дискуссии была мрачной. Предупреждение о тёмных днях в самом ближайшем будущем. Слез было проявлено много, подтвердила очевидец Ватикана. Оба они изо всех сил пытались поддержать друг друга. Почему? Нам написано, что оба они знают, что происходит в мире. Папа Франциск сказал следующее, что мы вступили в фазу последних времён, конец времён, библейские пророчества сбываются. Хотя я хочу сказать, что эсхатологическое учение католической церкви нам почти неизвестное. В общем-то, никогда папа нам подробно ничего не рассказывал. Здесь во время встречи он откровенно сказал, что сбываются пророчества, в общем-то, то, что мы всегда говорили. Но дальше самое интересное. Президент Ирана ему сказал, что грядёт Махди, на что папа ему ответил, что да, действительно так, но только его зовут Христос. Вот вам, пожалуйста. Значит, если папа Римского ждёт Креста, а в соответствии с нашим эсхатологическим учением должен идти антихрист, то о чём же тогда они говорили и к чему же тогда готовится папа Римский? Я думаю, что эту тему, я думаю, тоже нам надо поднимать, освещать и очень широко обсуждать. Никому не очень, не заниматься эмоциями, а действительно, реально, доносить это до нашего руководства, потому что речь идёт о том, что сегодня очень многие вещи наше политическое руководство, к сожалению, не знает не в того, что оно, ну, так сказать, не готово, а в силу того, что действительно у нас этими вопросами никто не занимается. У нас нету серьёзных аналитических центров, понимаете, которые эту тему поднимают. Нет. За последние годы сделали суды того, чтобы их не было. Поскольку сейчас речь идёт уже об очень серьёзных вещах, речь идёт действительно о том, сохранившем ли мы как государство, перед нами, например, Украина, как это быстро сделали, да, практически государство исчезло. Вот теперь действительно реально перешли к нам, потому что, да, было же сказано, что во время этой встречи, что мы наводим мосты. Послушайте, появлена та же формула. Они уже навели мосты с Украины, теперь они будут такие же мосты наводить с нами. Но если Папа Римский готовится к встрече Христа, то я думаю, что нам нужно очень серьёзно, да, совместно решать эту проблему, причём действительно осознать и донести до руководства, что делается и что происходит. Значит, соответственно, и собор тоже, который будет в 16-м году, он рассматривается как ступенька, да, как ступенька уединения, потому что, судя по тому, что до нас доходит, там готовятся какие-то очень серьёзные вещи, и тогда всё складывается как бы, да, в одну картину. Вот, поэтому я здесь сейчас не буду дальше уходить в детали мелочи, дорогие мои, я считаю, что нам нужно сейчас мобилизоваться, самоорганизовываться, вот, и заниматься не эмоциональными, да, протестными выступлениями, а заниматься очень серьёзной исследовательской работой, исследовательской не в плане академической, да, а в плане аналитической работы, очень актуальной аналитической работой, потому что события сейчас будут развиваться очень быстро. вот, это то, что я сегодня вам хотела сказать, спасибо за внимание, надеюсь, что вы меня правильно поймёте. Спасибо, господи. Ну, вот, я бы сказал, вы, если уже сейчас, значит, создать несколько, ну, не сейчас, не сию минуту, а дать толчок мыкаем в общественном слушании, потому что формат общественного слушания, он наиболее подходящий до сегодня, он не позволяет на самом деле никакого десертанства, так сказать, и, значит, заговора, и попытках там, переворотов, и расколов и так далее, вот, но обсуждение нужно с участием богословов, с участием, значит, специалистов-политологов, то есть со всех сторон, и с участием священства в том числе, которое отважится на это дело. Заодно посмотрим, что у нас там священство сегодня творится. Вот, значит, ну, спасибо. Тем более, что, простите, один тоже маленький вопрос, я немножко, да, изучая Ватикан, хочу сказать, что я, вот это надо тоже очень хорошо понять, что у Ватикана там богословие и политика, они настолько тесно переплетены, что они как-то разделяют? Это невозможно, потому что, знаете, когда мы занимаемся Ватиканом, нас упрекают в том, что вы не богослов, вы не можете этим заниматься, да, а политики, политика упрекают в другом. Поэтому, вот, еще раз хочу подчеркнуть, что это вопрос, действительно, вот, религиозно-политический. Тут невозможно отличить, тем более, что вообще запады, западные спецслужбы, они работают в такой парадигме эскатологический, понимаете, потому что люди, которые занимаются на высоком уровне разведывательной деятельности, это люди, мыслище религиозно, в отличие от наших атеистов или либералов. Поэтому у них-то все действительно эскатология и политика, она фактически тесно связана, это такая эскатологическая геополитика, или, как они говорят, теополитика. Поэтому, конечно, тут нужно только совместным усилием все делать. Спасибо. Спасибо.